Спецслужбы продолжают гибридную войну против Украины. К чести газеты журналисты проверили подлинность записи в настоящей пресс-службе. И фейковые интервью не попали на страницы. Спасибо им за это. Нью-Йорк Таймс пока единственное издание в мире, которое раскусило двух пранкеров. Порошенко был всё-таки напечатан в газете, но с очень грустным лицом. Побуду, Савченко! Надь, гонь! Дорогая Надежда, вы знаете, что всё это время мы были с вами. Тяжело переживали всем единым и сплочённым народом. Каждый день мы наблюдали за исходом этого подлого судилища. Самое-то забавное, что Фегин вышел вот с этим листком. Вот его письмо, сейчас я вам его дам, я вам зачитаю. И зачитал полностью текст письма перед всеми журналистами, перед всеми СМИ. Вот точно так, как было нужно нам, по нашему сценарию. Этот текст там без запинки, соответственно, потом передал его в остальные СМИ. И все СМИ дальше это подхватили. Позитивно, но она для всех нас. Надеюсь, Савченко выпала склянку воды. Дорогая Надежда, вы знаете, что всё это время мы были с вами, тяжело переживали всем единым и сплочённым народом. Каждый день мы наблюдали за исходом этого подлого судилища. Мы очень сильно волнуемся за вас. Мы очень ценим вашу волю и стойкость в борьбе. Но сейчас необходимости в голодовке нет. Нам нужна здоровая Надежда Савченко, герой Украины, народный депутат, символ нашей свободы, который в скором времени оказался бы дома, который смог бы дать пример остальным. Я думаю, что всем этим перечисленным ваша деятельность не ограничится. И хотел бы видеть вас в нашем обновлённом правительстве. Вот это письмо Петра Порошенко, написанное двумя шутниками ровно за два часа. Без герба, без подписи Порошенко, без там каких-то штампов канцелярии, даже пусть пускают сканированного документа, но обычный текст, там всё что угодно можно было написать. У любого профессионала, так или иначе, который этот текст увидел впервые и возникнет, сразу первый вопрос, как это, соответствует ли это протоколу вообще общения. И он задастся вопросом, попросит хотя бы оригинал письма. Фейгин не попросил, поверив в то, что звонят лично от Порошенко. Палют, да, да. Адвокат-лётчица Савченко начинает выполнять команды двух пранкеров. Человек на другом конце провода назвал себя представителем президентской администрации Украины. Я сделал всё от меня зависящее, чтобы она оказалась от голодовки, и это был результат обращения. Можете на меня положиться. Ну, мы на вас полностью рассчитываем. Я сделаю. Я всё сделаю. Это самое главное для нас. Я даю вам слово. Я сделаю. Хорошо. Вы выйдете в прессе, да, и, в общем-то, заявите, как и что. Я всё сделаю. Да, конечно. Я всё озвучу в прессе, как надо. Вышел от Надежды Савченко. Она действительно прекратила сухую голодовку по просьбе президента Порошенко, который письмо написал ей, где я его отнёс. Надежда ответила согласен. Она уже пьёт воду. Надежда Савченко припыняет сухое голодование почнёпит воду. Так что, Надежда уже прекратила сухую голодовку? Да, по счастью, это произошло. На её решение повлияла личная просьба президента Украины Петра Порошенко. Ну и, безусловно, повлияло письмо, личное обращение президента Украины Петра Порошенко к Надежде. Надя действительно прекратила голодовку. Я принёс ей письмо от президента Петра Порошенко и доводы Петра Алексеевича её убедили. Там же ещё была вторая часть письма, где мы посоветовали Надеждину и через адвоката, чтобы она всё-таки признала свою вину. И потом он же нам перезванивал и сказал, что вот, знаете, всё, всё сделал, как вы хотели. Но вот по поводу вины я пока не дожал. Это всё-таки она как-то будет странно очень, если она всё время одно говорила, а сейчас вдруг повернёт на полностью поколение. В противоположную сторону, но я обязательно эту тему добью. А в течение, дайте мне время, хотя бы неделю, я её говорю, я сделаю всё, как надо. Вот он раз в 10 сказал, что всё, как надо, сделаю. Вопрос вот этой вины для неё принципиальный. К сожалению, не продавил я. Дайте мне ещё какое-то время. Ну да, давайте. Надеюсь, в ближайшее время я сделаю. Но вы же понимаете, что это нужно... Понимаю. Хоть чуть-чуть. Надо времени, и я думаю, получится. Я говорю, а без этого никак. Ну, надо ещё немного. Немного, чуть-чуть прям хотя бы. Да, я думаю, на следующей неделе я прилечу и сделаю это. Быстро сбрызнули его бы отсюда. Ты всё понял? Я тебе сказал, уйди отсюда. Это первая встреча после скандала. Адвокат Фейгин, который некогда защищал Пусси Райд, пообещал за неделю уговорить снайпера, корректировщицу сознаться в убийстве. Ну, обычная спецоперация. Чего? Я тебе сказал, уйди отсюда. Понял? Я тебе сказал, отойди отсюда. И что? Я тебе... С телефонными хулиганами, которые играючи дискредитировали и самого адвоката, и его подзащитную Фейгин намерен судиться. Там было продолжение очень весёлое. Днём он нам опять звонит. Говорит, вы знаете, мне поступил сейчас очень странный звонок. Обозвонил человек, он представился пресс-секретарем президента Порошенко, Сергеем Цегулко. Он начал возмущаться, почему я делаю какие-то фейковые письма, якобы от Порошенко, хотя он ничего такого не писал. Но я же знаю, что только вы настоящие, вы из администрации президента, да. А это, видимо, какая-то провокация. Я сразу же повесил трубку. Это тот случай, когда звонил настоящий Цегулко. Да, да, номер. И номер... Мы его записали, вот этот номер Цегулко, и потом перезвонили уже как раз самому пресс-секретарю от имени самого Марка Фейдина. Именно тогда стало известно на Украине грандиозный скандал. Президент Порошенко в ярости, шутку над Савченко он разбирает на экстренно созванном совещании. Звонок от имени пранкеров на мобильный пресс-секретаря президенту Цегулко поступил как раз во время этого совещания. Цегулко пытается говорить тихо, чтобы никому не мешать. Алло, у меня эфир на Эхо Москвы, на радиостанции. Через 20 минут и надо что-то будет сказать. Просто понимаете, у нас сейчас переговоры идут. То есть вот он не только выходит оттуда, но он сейчас уже будет выходить. Я согласую и вам скажу. Это Петр Алексеевич, да, вы имеете в виду хоть? Да, ну а вы кому звоните сейчас? У меня через 20 минут эфир. Мне надо что-то заявлять. Да, понял, понял. Позвоните вот тогда на этот номер. Звонок раздался через 30 минут. Алло, смотрите. Ну то есть, ну надо говорить, что это фейк. Ну то есть, это надо вам говорить. Вот. То, что вы там говорили о том, что это какие-то там могут быть там спецслужбы или так дальше. Ну это уже вы смотрите, как вы это будете. Потому что у нас никто не подтверждает этого. Я дам сухую информацию. На меня выходила пресса о том, что президент поддерживал надежду через там мать. Через сестру, а не через письмо. Хочу сказать, Надеж, ты великий молодец. Спасибо. Спасибо.